Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. И в этом видео я постараюсь подробно разобрать бесплатный, один из самых востребованных и популярных шаблонов Helix 3, версия 3, на Joomla 4. Постараюсь все разобрать подробно. Из этого видео вы увидите, как настроить данный шаблон. Просто повторяйте за мной, и даже новичок, я думаю, справится самостоятельно и сможет настроить и разобраться вообще в принципе, то есть понять, как устроен данный шаблон и как настроить свой сайт внешне, то есть и понять, какие возможности у данного шаблона Helix 3. Итак, давайте приступим к просмотру данного видео. Это разбор бесплатного шаблона для Joomla 4 Helix 3, версия 3. И прежде чем мы начнем, несколько слов. Во-первых, на моем сайте официальном, федоровасильев.com пройдете по ссылке, ссылки все оставляю также в описании под этим видео, если вы видео смотрите с YouTube. Внизу будет ссылка Joomla 4 шаблоны. Что это за страница? Здесь я собираю все, что найду от разных разработчиков, именно их бесплатные шаблоны. Да, я понимаю, что вы можете пройти к каждому разработчику и скачать у них напрямую. Зачем же я сделал эту страницу? Просто это удобно. Нигде вы не найдете таких страниц в интернете, где собраны от разных разработчиков в одном месте именно официально бесплатные шаблоны, за которые платить ничего не нужно. Просто сделаны для удобства. И все, что я нахожу в интернете, под Joomla 4 пока что совсем немного бесплатных шаблонов, все, что я нахожу, я, естественно, буду добавлять на эту страницу. То есть вы можете с моего сайта перейти на страницу шаблона Joomla 4, увидеть этот шаблон, о котором пойдет речь. Мы будем с вами его разбирать, все его настройки. Хочу сказать, что данный шаблон хорошо работает в связке с конструктором страниц, так называемым SP Patch Builder. Разработчики данного конструктора и этого шаблона Joom Shaper, популярные разработчики. Конструктор этот, он очень хорош. О нем у меня был платный курс. Даже в далеком 2015 году у меня был платный курс по Joomla 3, который был основан на шаблоне Helix 3. А вот сейчас мы будем рассматривать его на Joomla 4, и это видео, естественно, будет бесплатно. Мы будем разбирать только настройки данного шаблона. Я не буду прибегать к конструктору страниц SP Patch Builder в рамках данного видео. Будем смотреть только настройки данного шаблона. Возможно, это видео вам будет полезным. У вас будет понимание, как настроить шаблон, потому что я постараться буду детально разобрать все его настройки, что за что отвечает. Что делаем дальше? Мы проваливаемся внутрь, по сути, в статью про этот шаблон. И что я здесь предлагаю и что рекомендую. Здесь есть ссылка «Скачать шаблон с моего сайта». И я всем таким шаблонам даю две ссылки. Здесь вот я все описываю. То, что для ознакомления, но зато без всяких регистраций, без всяких лишних телодвижений, вы можете скачать с облака очень удобно копию этого шаблона, который я сам туда разместил, в это облака, скачанную напрямую у разработчика. То есть без вредоносного кода и каких-то ссылок. У меня абсолютно чистые шаблоны. Сам я туда ничего не внедряю. То есть всем известно, а возможно неизвестно, если вы качаете любые шаблоны, тем более платные, бесплатно в интернете, знайте, что вы обрекаете свой сайт на боль и страдания. Потому что там никто вам не даст бесплатные шаблоны в интернете. Все, большинство людей туда либо запихнут кучу своих ссылок, чтобы продвигать через ссылочную массу свои продукты, а в худшем случае могут запихнуть туда вирусы, которые могут там воровать пароли пользователей вашего сайта или банковские данные, реквизиты, если у вас там интернет-магазин. И вообще ваш сайт может перестать работать. Это для тех, кто не знает. Поэтому именно с моего сайта, если вам удобно будет качать бесплатный шаблон, вы это делаете абсолютно безопасно. Потому что я, как я уже сказал, напрямую скачиваю, я регистрацию провожу, авторизуюсь, всю вот эту процедуру, которую не любят делать люди. Все провожу, скачиваю шаблоны и выкладываю на своей странице. Недостаток этого метода только в том, что я не занимаюсь, не слежу за обновлениями бесплатных шаблонов, потому что это будет занимать много времени. Когда в итоге здесь накопится много бесплатных шаблонов, это будет для меня накладно по времени, чтобы я их еще и обновлял. Поэтому для ознакомления подошла бы вам и копия шаблона, например, на момент записи она будет уже устаревшая. Вы ознакомились, посмотрели, но лучше я рекомендую использовать шаблоны актуальных версий, потому что разработчики исправляют там множество ошибок, внедряя новые функции и опции. Поэтому здесь я предлагаю вторую ссылку, которая ведет сразу на страницу разработчика, где зачастую, как я уже сказал, вам придется провести бесплатную регистрацию. Поэтому мы с вами сейчас переходим сразу на сайт разработчика JuneShaper. Вот так вот выглядит сейчас главная страница. Как здесь ориентироваться? Наводим мышь на продукты, вот сюда вот, и templates. Templates – это у нас шаблоны. Здесь есть платные и бесплатные шаблоны. Вот здесь вот free – это бесплатно. То есть это сортировка. Мы отсортировали, кликнув сюда, по бесплатным. И сразу как понять, какой шаблон подойдет какой джумле. Сразу вот здесь вот видите, есть пометки. Например, у них есть бесплатный шаблон Helix Ultimate. Видно, пометка есть J4, J3. То есть подходит для джумла 3, для джумла 4. В этом видео мы рассматриваем вот Helix. Вот он как раз поддерживает джумла 4. Вот ниже уже шаблоны бесплатные. Видите, они поддерживают только джумла 3. И надо заметить, что у этих разработчиков достаточно много бесплатных шаблонов. Обычно разработчики делают один шаблон бесплатный, а зачастую даже и нету и бесплатных. Чтобы вы понимали, все шаблоны, даже платные, если будете смотреть, у них сердце, начинка, каркас, фундамент – один. Так называемый фреймворк. То есть, по сути, там отличий особых и нет. То, что вы возьмете у них бесплатный шаблон, и то, что вы купите платный шаблон. Да, есть там свои преимущества и плюшки, которые детально можно посмотреть, кликнув на кнопку «Details». Вот, да, детали. «Превью» – это предпросмотр. Да, кстати, я открыл их сайт через браузер Chrome, и я могу просто перевести на русский их страницу, и тогда будет все на русском языке. Если вам так удобнее пользоваться, тоже можете воспользоваться. Как я и говорил, здесь без регистрации скачать нельзя. Вот, вы видите, у меня есть учетная запись, я тут зарегистрирован. И сейчас вместе с вами я произведу скачивание. И нужно тоже понимать, что качать, потому что вы увидите сразу три архива. И для новичков это будет сразу тупик. Что же делать, что качать, что устанавливать. Значит, вот он, Helix 3. Мы сразу можем нажать здесь «Скачать». Да, кстати, демонстрацию шаблона, то есть как он выглядит во всей красе, это можно либо подробности, это просто идут детали с описанием, что здесь есть. А можно нажать вот сюда «Предварительный просмотр», тогда вы увидите шаблон именно с наполненными демо-данными, как он может выглядеть у вас, с вашими моментами. И сразу хочу сказать, чтобы вы понимали, все, что вы здесь видите, это не все есть шаблон. Потому что, например, вот здесь вот идет модуль галереи внизу. То есть это отдельно надо рассматривать, устанавливать и смотреть его настройки. Построение контента, вот это все, вот эти все моменты, это не шаблон уже, это участвует конструктор страниц SP Page Builder в связке с шаблоном Helix. То есть вы должны вот это понимать. И мы, как я и сказал в рамках этого видео, мы будем рассматривать только настройки самого шаблона, потому что там они есть, есть что рассказать. То есть это не будет настройка всего шаблона от А до Я, потому что здесь у нас с вами и конструктор страниц SP Page Builder, о нем я рассказывал в своем платном курсе «Магия Джумла». И другие здесь расширения. И также вы должны понимать, что это все сейчас шаблоны, потому что до сих пор люди задают вопросы, они все мобильно адаптивны, все хорошо должны смотреться, по крайней мере, хорошо, красиво на мобильных устройствах. Здесь наглядно это можно видеть сразу в предпросмотре. Предпросмотр посмотрели, как примерно может выглядеть шаблон. Естественно, цвета, тут голубой, белый, вы должны понимать, это все меняется в настройках шаблона. По крестику здесь я нажимаю «Закрыть предпросмотр». И теперь уже давайте я перейду к даунлаун ссылке скачать. И смотрите, что мы здесь видим. Мы видим пакет быстрого старта «Джумла 3». Для «Джумла 4» нет. Сейчас я поясню, что это такое. Как я и сказал, видите, три архива. Шаблон «J3» — это для «Джумла 3» и для «Джумла 4». Плагин «Helix 3» для «Джумла 3» и для «Джумла 4». Но так как быстрого старта я не вижу для «Джумла 4», мы это даже и не рассматриваем. Что такое пакет быстрого старта? Это предустановлены настройки с самой «Джумлой». Я это использую как шпаргалка. Многие это используют для создания сайта. То есть это быстрое создание сайта. По сути, вот этот быстрый пакет, быстрый старт — это уже готовый сайт. Вот как он есть, как вы сейчас увидели в демонстративном варианте. Вы просто его разворачиваете на хостинге или на локальном хостинге и просто, по сути, заменяете все свои данные, весь контент на свой. То есть он уже настроен. И, по сути, это быстрое создание сайта. Если вы ничего туда вносить от себя не хотите, вы сможете, зная, как управлять все эти настройки, зная, как устроен этот шаблон, буквально за какой-то час вы соберете целый многостраничный сайт. Но я бы не рекомендовал это использовать для создания сайта с нуля, особенно новичку. Вы должны изнутри знать, как устроена эта кухня. Тогда нужно прибегать просто к шаблону. Чистый шаблон, который мы качаем отсюда. Устанавливаем, он, так сказать, голый, и мы с нуля, по сути, производим там настройки. Тогда вы будете понимать все опции настройки, как там все устроено. Пакетом быстрого старта я пользуюсь. Но и пользуюсь я им как шпаргалкой. Например, я взял какой-то шаблон или взял какой-то клиент, выбрал шаблон, и он хочет, чтобы я его настроил. Но я его сам не смотрел. Тогда я устанавливаю быстрый старт и просто подглядываю на настройки, как он там изнутри устроен. Это позволяет мне сократить время работы над сайтом. И уже зная, как устроена таильная опция, я вношу уже новые изменения в рабочий сайт, который я делаю клиенту своему уже на другом домене. На чистом домене, на чистой джумле, без быстрого старта. Поэтому это я качать не буду. Вы на своем усмотрении, по сути, два домена у вас должно быть. Либо под доменом, либо на локальном хостинге. Вы ставите быстрый старт. Но опять же, смотрите, здесь джумла 3. Я так понимаю, для джумла 4 у них еще не готов быстрый старт. Поэтому нам он уже не подходит. А так, если он будет, попозже, скорее всего, они его сюда добавят. То есть, если вы не знаете, вы ставите быстрый старт на отдельный домен, чтобы подглядывать как шпаргалка. Это то, что я бы рекомендовал, как нужно поступить. А уже вот этот чистый шаблон ставим на рабочий сайт, и там уже настраиваем сайт под себя. И плагин, он необходим. Там, по сути, настроек, скорее всего, и не будет. Он нужен только для работы, корректной работы самого шаблона на вашем джумле, джумле сайте. Тоже качаем. То есть, по идее, сейчас скачаем только два архива. Вот плагин и шаблон. Размер шаблона 2,6 мегабайт. И 906,6 килобайт всего лишь весит плагин. Поэтому я нажимаю «Скачать шаблон». На момент записи видео актуальная версия данного шаблона сейчас 3,0,2. Я нажимаю «Сохранить». И плагин обязательно мы тоже скачиваем. Все, два архива. Здесь можем закрыть. Напоминаю, что вы должны быть авторизованы, чтобы скачать отсюда. Вам предложат авторизоваться, если вы здесь не производили никакой регистрации. Ну, или можете скачать с моего сайта. Но, как я уже говорил, то вы скачаете там версию 3,0,0. А здесь уже 3,0,2. Разбирать будем шаблон на моем тестовом сайте с демо-данными от самой Joomla, на котором уже ранее у меня были уроки про различные плагины. Сейчас здесь стоит родной шаблон Casio Pio. И здесь в админке в шаблонах мы видим, что у нас только вот один шаблон. Здесь появится еще один шаблон, когда мы его установим. Итак, давайте произведем установку шаблона и плагина для этого шаблона. Как это сделать на Joomla? Здесь вы переходите в систему, расширение. То есть устанавливается все автоматически, как любое обычное расширение для Joomla. Итак, сначала я устанавливаю template, то есть шаблон. Ждем. Когда появится все. У меня успешно. Установка пакета успешно завершена. И прямо в эту область обязательно мы еще ставим с вами плагин системный Helix. И ждем. Ждем зеленого уведомления, что тоже все успешно. Установка произведена. Что делаем мы с вами дальше? Давайте взглянем, перейдем в систему, панель управления. Перейдем в плагины. Вот он Helix. Если вы здесь его не видите, по ID кликнем еще раз по ID, чтобы отсортировать. Тогда он появится. Вот он, System именно. Тут видите еще Helix 3. Ajax плагин автоматически установился. Давайте посмотрим. Настроек нету, да? Он просто должен быть включен. Ajax – это технология, работающая без перезагрузки. Когда что-то происходит, какая-то динамика на сайте, и это происходит без перезагрузки страницы, это называется технология Ajax или Ajax, правильно? Не знаю, как правильно. Плагин System. Вот он, который должен обязательно. Включен. Он включен. Настроек, видим, нет. Он просто должен быть включен. Без него шаблон работать не будет. То есть они автоматически у нас включены. Мы просто убедились в этом. Теперь мы переходим с вами в систему стиле сайта. Вот появился шаблон, видите? У нас был с вами только Casio Pio, а теперь здесь есть Shaper Helix 3. И он у нас не назначен по умолчанию, потому что если мы обновим фронтальную часть сайта, мы видим, что сайт до сих пор выглядит как и раньше. То есть на шаблоне Casio Pio. Здесь мы назначаем его. Кликаем вот на эту точку. Чтобы она пометилась звездочкой. И теперь стили назначены по умолчанию для всего сайта. Мы назначили наш шаблон. Если сейчас мы обновим с вами сайт, мы увидим с вами изменения. Пока что мы видим полную кашу, потому что здесь все настроено было под другой шаблон. У каждого шаблона есть свои модульные позиции. И мы видим, что здесь у нас пока что идет меню. То есть видите как, ну просто каша на самом деле. Но шаблон уже применился. И давайте рассмотрим его настройки. Настройки находятся прямо в шаблоне. То есть мы можем кликнуть прямо по шаблону. И начинаем с вами разбирать. Настройки всего лишь, которые мы с вами будем разбирать в этом видео. Вот эти вот все вкладки. И все. По сути больше настройки у шаблона нет. Да, есть некоторые еще дополнения от этого шаблона, которые мы наверное рассмотрим в конце видео. А сейчас просто будем с вами двигаться по порядку вниз. И я предварительно накануне искал русификацию для данного шаблона. На Joomla 3 он был. На Joomla 4 я не нашел. Но я вам буду каждую опцию объяснять. И по сути вам русификатор и не нужен будет. Но конечно было бы удобнее и приятнее. Но русификацию я не нашел. На данный шаблон. Пока что. Возможно позже этот шаблон русифицируют. Прежде чем начнем разбирать все настройки шаблона, давайте все же наведем хотя бы небольшой порядок. Вот что здесь с меню. Меню у нас видите как просто кашей. Посмотрим у данного шаблона Helix 3 позиция под меню какая отведена. Мы сразу можем перейти в модуль. Потому что за меню отвечает модуль. Перейду я в панель управления. Перейду в модули. Здесь я отсортирую тип по меню, чтобы быстрее найти наше меню. Вот у меня есть main menu. Позиция у него sidebar right. Да, это значит боковая позиция справа. Это не то меню, что нам нужно. Нам нужно главное меню, которое у нас меню. И нам нужно назначить правильную модульную позицию, раз уж мы взяли другой шаблон. Потому что у него отведена скорее всего другая модульная позиция. Я перехожу в главное меню. И мы можем позицию просто посмотреть вот здесь вот. Потому что идет заголовок шаблона, а потом внизу идут позиции под этот шаблон. Мы прокручиваем ниже, находим, видите, шейпер Helix 3. И смотрим, что для него есть свои позиции со своими названиями. И скорее всего у него позиция под горизонтальным меню скорее всего как-то и будет так и называться. Типа вот, например, меню, меню. Посмотрим, прав ли я. Выбираем. Нажимаю сохранить. И это у нас с вами не сработало. Я рекомендую пока что ваше основное меню отключить. Убедитесь, что у вас кэш в самом сайте на Joomla не включен. Он вам будет мешать. И обязательно чистить кэш самого браузера. Видите, я отключил модуль меню, который идет в Joomla. Но меню какое-никакое мы с вами видим. Ну да, у нас тут есть демо данные самой Joomla. И давайте пока так оставим, потому что меню здесь есть. Вот Home я вижу. Подтвердить запрос. И у нас вот эта часть белая пустая. Мы попозже здесь как раз разберем меню и сюда его добавим. Это в настройках шаблона. Также есть гамбургер-иконка вот так называемая, которая должна отображаться off-canvas меню. Обычно это мобильное меню. Но сейчас пока включена у нас и на компьютерной версии вот это вот меню. А так, по идее, вот эта вот иконочка должна отображаться только для мобильных версий меню. Но тут на самом деле, как вам больше нравится, кому нравится и на компьютерной версии использовать, то вот эта возможность тоже есть. Пока оставим так, просто чтобы вот этой каши не было, которая у нас здесь была. Отключив просто меню, главное меню. Итак, давайте вернемся в систему стиле сайта. И я вернусь в настройки шаблона. И уже давайте-таки начнем с вами разбирать шаблон. Первая вкладка Basic. Основные. Вот это у нас ширина основной, так сказать, каркаса сайта. И у нас есть два варианта. 1140 и 1320. То есть, что это дает? Смотрите, запомнили, как выглядит. На 1140. Если я выберу 1320 и нажму сохранить, то это увеличит каркас сайта. Обновляю сайт, и вы видите, стало чуть пошире. То есть, тут опять же, на ваше усмотрение. Если кажется, что узковато, может, как-то тут основная часть, контентная часть, то вы можете сделать 1320. Следующая опция Preloader, это предзагрузчик. Вообще, такие вещи я люблю. Если у вас нагруженный сайт, много всяких плагинов, достаточно долго загружается, но вам нужно, чтобы этот был контент на сайте, вы не можете иначе. Но при этом скорость никак не поправить. То есть, грузится достаточно долго в сайт, то спасением его, ну, как скажем, спасением в кавычках, но все равно хоть что-то, это дает вот этот Preloader. Мы его включаем, предзагрузчик. И когда мы его включаем, у нас появляются дополнительные опции. Preloader Animation. Это у нас анимация на выбор. Опять же, чтобы понимать, как эта анимация будет работать, если вы не знаете, нужно каждую выбирать и смотреть, как это будет на сайте. Сейчас мы с вами несколько вариантов рассмотрим. По умолчанию оставляем то, что было. Дальше, Preloader Background Color. Это заливка цветом Preloader. Пускай пока серый, здесь можно выбрать любой оттенок. Preloader Text Color, то есть цвет текста Preloader. Черный, опять же, по поводу текста, скорее всего, какие-то фразы надо будет переводить на русский язык, потому что у нас шаблон не переведен на русский. Но давайте на этом уровне сохранимся. Обновлю сайт. То есть, смотрите, при обновлении, вы видели, затемняется экран. И вот такая вот анимация Preloader. Тут уже, смотрите, вот этот серый цвет, это дизайн. Какой дизайн вашего сайта, по тот дизайн можно и сделать. Например, я возьму цвет Joomla 4 примерно. Но тогда Preloader он тоже темный, его лучше сделать белым. И вот как раз сейчас будем смотреть. Вот видите, взял другую разновидность анимации. Сохранюсь. Обновлюсь. Видите? Да, а цвет не поменялся. Поэтому я предлагаю очистить кэш браузера. В моем случае, не знаю, почему цвет не меняется. Возможно, есть некие какие-то ошибки. Посмотрите у вас, как это сработает у вас. Кэш в админке и сайта браузера я почистил. Это точно бэкграунд заливка должна быть, но она почему-то у меня не срабатывает. То есть остается серый цвет. Меняется только именно разновидность вот этой анимации. Давайте я еще раз попробую почистить кэш. Вот, кэш почищен, и это было видно, что анимация поменялась. То есть при каждой настройке, вот с данным шаблоном, не забывайте, здесь есть такой момент, что надо чистить кэш браузера. Иначе вы подумаете, что не срабатывает. Но некоторые опции действительно не работают. Вы видели, бэкграунд я поменял, и он все равно серый. Хотя цвет самого текста, я так понимаю, это цвет самого вот этого прелоудера. Потому что тут текст негде задать, если бы это был какой-то свой текст. В общем, с цветами здесь что-то не то. То есть, возможно, цвет можно будет поправить через код. Внести изменения именно код. Или написать разработчикам, что у вас вот есть проблемы с цветом. Это нормальная история. Шаблон, можно сказать, обновился не так давно на Joomla 4. Он не идеален, как и все, как и все на этом свете. И это бывает. Бывает такое, что бывают проблемы на шаблоне. Так что не думайте, что не списывайте со счетов данный шаблон. На самом деле, это очень популярный, востребованный шаблон. Люди пользуются данным шаблоном. Ну, по крайней мере, на третьей Joomla точно. Дальше движемся с вами. Оставляем плейлодер в покое. Давайте даже я его, наверное, отключу, чтобы его не было. Go to top. Это прикольная кнопка прокрутка наверх. Если сайт слишком длинный вниз, по умолчанию выключено. Включаем, сохранить. Кнопка работает. При прокрутке видим, вот она здесь появляется. Нажимая на нее, вы видите, сайт прокручивает кверху. Полезная вещь. Рекомендую оставить включенной. Движемся с вами дальше. Раздел Header. Sticky Header. И по умолчанию выбрано Да. То есть, смотрите, я прокручиваю. Многие люди интересуются и хотят такое у себя видеть, потому что берут, например, шаблоны, где такого нет. Видите, при прокрутке логотип и, по сути, эта область под меню, она у нас уже залипает. Вот. Если вдруг это не нужно, то вы можете это отключить. Я рекомендую оставлять включенным. То есть, sticky Header, залипающая вот эта позиция Header. Header — это верхняя часть сайта. По сути, где располагается меню, логотип, там, телефоны, кнопки социальные и так далее. Итак, дальше Favicon. Здесь мы можем загрузить Favicon. Это маленькая иконка сайта, которая так попадает в Яндекс.Поиск. То есть, это, по сути, брендирование элемента, вкладки браузера вашего сайта. Это обязательно нужно делать. Favicon, по сути, это маленькая-маленькая копия вашего логотипа, основного логотипа сайта. То есть, скажем, здесь это, видите, Helix, то Favicon, например, была бы вот эта вот иконочка синяя, без Helix. Потому что обычно квадратная иконка попадает в Favicon. Ну, создают обычно так. Здесь нам говорят, что должна быть иконка 16 на 16 пикселей в формате PNG. Давайте нажмем «Выбрать», и я с компьютера что-то подберу. Открывается Media Manager. Я нажимаю здесь «Загрузить». У меня есть подходящая иконка. Вот она, 16 на 16 пнг. Я ее выбираю с компьютера. Открыть. Файл успешно загружен. Вот она здесь. Я ее выбираю. Выбрать. Здесь ее видим. Сохранить. И иконка применилась. Здесь вам не видно. В области экрана записи монитора у меня не попадает вкладки, но она здесь появилась. На вкладке у вас она здесь тоже появится, когда вы загрузите свое изображение. Дальше. На самом деле вот этот Boxed Layout – это прикольная вещь. Сейчас посмотрим, что это такое. Отключено. Чтобы это лучше объяснить вам, мы это просто включаем. Сохранить. При обновлении сайта у нас как бы Boxed, то есть коробка, то есть получается сайт выглядит, видите, колонкой, то есть с границами. Не растянут на всю ширину браузера. А вот он колонкой выглядит. Что это дает? Это дает нам возможность, например, если сзади, загрузить картинку на задний план. И кому-то, может быть, так больше нравится сайт, именно колонкой. Здесь такая возможность есть. Давайте пока что так и оставим включенный. Следующий раздел – logo, логотип, logo type, logo выбрано, а можно задать текст. Модуль позиция. Здесь у нас можем выбрать какую-то другую позицию в отличие от logo. У нас сейчас стоит logo. Load position – default. И еще два варианта. Before – module и After – module. И сам логотип. Ниже мы видим три, по сути, области для загрузки. Основное logo. Вторая область нам позволяет загрузить большой логотип, чтобы он хорошо смотрелся на больших дисплеях 5K. Там разрешение и так далее. Например, с большого телевизора зашли на ваш сайт, да, и даже для них можем загрузить большое изображение. И mobile – логотип для мобильных устройств. Обычно это сокращенный вид логотипа. То есть давайте загрузим обычное лого и мобильное. Покажу, чтобы вы понимали отличия. Здесь я нажимаю «Выбрать». Также загрузить с компьютера. Вот смотрите. У меня есть, например, вот это полный логотип. Это, например, сопровождение иконки и текста. Выбираю. И мобильный логотип, получается, это его часть. Вот, выбираю здесь. Здесь я подгружаю логотип для компьютера. Для мобилки я загружаю уменьшенную копию. Сохранить. При каждом изменении я чищу кэш-браузер, чтобы вы понимали. Иначе изменений мы не видим. Смену логотипа вы не увидите. Логотип, вы видите, загружен. При прокрутке зафиксировано. Предпросмотр через имитацию мобильного устройства сделаем. У меня загружено огромное изображение. Видим, что оно здесь слишком огромное. Поэтому все же размер нужно подбирать. Дело в том, что на некоторых шаблонах обрезается автоматически, уменьшается логотип. В данном случае, видите, что может получиться, если логотип загружен большого размера. Здесь по крестику я удаляю. У меня есть, в принципе, размер поменьше. 50 на 50 пикселей. Я думаю, этого будет достаточно. Тот же логотип, только меньшего размера. При очистке кэша и обновлении с сайта видим. Вот логотип мобильный смотрится нормально. Обращайте внимание, что есть вот такой у меня. Это на самом деле здесь плагин на Joomla стоит. У вас такого здесь не будет. Иконки этой, да? Обновимся здесь еще раз. Вот она компьютерная версия. Движемся с вами дальше. А вот ниже опции как раз-таки Body, Background, Image. Как раз-таки подойдет и для просмотра при включенном опции выше. То, что мы с вами сделали Boxed Layout Enable. То есть включили. Это чтобы сзади фон загрузить картинкой. Как раз оставил я включенную, чтобы дойти до этих опций и показать вам. Значит Box, Body, Background, Image. Мы можем загрузить картинку. Смотрите, здесь нужно понимать, что картинка должна быть не меньше Full HD разрешения. Это 1920 на 1080 пикселей. Но я даже рекомендую загружать уже картинку 2К. То есть это 2560 на 1440 пикселей. Большое достаточно изображение. И такое изображение может нагрузить сайт. Его нужно предварительно максимально сильно ужать. Там, не знаю, на фотошопе, еще где. Настолько ужать, чтобы качество не пострадало этого изображения. Но и при этом весело изображение максимально небольшого размера. Учтите это при загрузке для рабочего сайта. Давайте я что-нибудь загружу. Я нашел какое-то свое старое некое изображение, которое я использую для YouTube канала своего. Давайте его возьмем. Оно у меня как раз 2560 на 1440. Да, но всю красоту вы в видео не увидите, потому что видео я записываю в Full HD. Да, ну ладно, здесь как бы не страшно. Загрузим это изображение. Просто мне нужно вам показать. Но вот как сейчас оно есть, если мы его установили, сохранили. Ниже есть опции для него. Чтобы их настроить, сначала мы должны увидеть, что получается. А мы не увидим, что получается, пока опять не очистим кэш-браузер. Вот мы видим, сзади изображение загрузилось. Что происходит? При прокрутке я вижу стык, потому что изображение кончилось, и оно автоматически идет дублирование этого изображения. Здесь уже нужно настраивать. Если вы сзади используете какое-то изображение, во-первых, и смотреться будет поинтереснее, если вы его зафиксируете. Ниже опции как раз есть. Бэкграунд, вот это вот повторение бэкграунда, можно повторять там по вертикали, по горизонтали, или No Repeat, то есть не повторять. Если не повторять, тогда видите, на что будет. Изображение кончилось, и идет заливка браузера потом, белого цвета, как обычно. Вот. Таким вот образом. Поэтому, чтобы не было таких разрывов, бэкграунд сайз, здесь есть три варианта. Ковар, контейнер, и вот третий вариант. Здесь просто надо смотреть, там, например, ковар, там это вмещение изображения. Вот видите, как оно как бы идет некое растягивание здесь. Здесь просто надо смотреть. По идее, изображение должно быть таким образом подготовлено, чтобы вот здесь вот слева и справа был виден какой-то контент. А иначе тогда просто заливка цветом надо делать, а изображение здесь и не нужно. Можно посмотреть другие варианты. Вот этот вариант больше подойдет, оно особо не растягивается. Тут даже вижу я немножко себя. То есть это вариант контейнера. Бэкграунд аттачмент. Вот как раз таки оно и есть. Сейчас этот вариант. У нас изображение прижато ниже позиция слева, сверху, left top. Здесь тоже можно выбрать слева по центру, слева снизу и так далее. Опять же, в зависимости от вашего изображения, вы настраиваете расположение изображения. Здесь можно выбрать скролл, это прокручиваемое. Фиксит, это зафиксировано. Как раз то, что я рекомендую сделать. Вот мы с вами изображение зафиксировали. Это смотрится эффектно. Видим только пока белый прогалок справа. Сейчас будем решать. Смотрите, при прокрутке изображение всегда видно. Достаточно интересно смотрится. Здесь можно поиграться настройками. Сделать, например, не слева, сверху, а, например, центр, центр. Ну, посмотреть. Я сам еще не знаю, как будет смотреться. То есть выравнивать все по центру. Вот что и требовалось доказать. Оно по центру, но тогда слева и справа две белые полосы, то есть прогалок. Поэтому здесь, скорее всего, подойдет именно ковр, вмещать. То есть оно тогда растягивается во всю область браузера. Вот смотрим, теперь все в порядке. Изображение будет закрываться. Здесь вроде как закончили. Движемся дальше в футур. Это самая нижняя часть или по-другому подвал сайта. Некий текст копирайта, который вы, по идее, должны заменить на свой. От шаблона сейчас мы его здесь видим. Его можно вообще скрыть. Hide это скрыть. Либо вот этот текст, который внизу, поменять на свой. Что здесь нужно менять? И опять позиция. Позиция в футуре 1. Вот все, что я выделяю, вот этот, можете просто удалять. Это значок копирайта. Это год. Получается, он автоматически должен меняться. Обычно внизу такое ставят. А здесь можете написать, все права защищены. Название компании. Вот я написал школу Федора Васильева. И вот вы можете видеть внизу мои копирайты. Дальше у нас идет раздел Social Icons. То есть социальные иконки. Показать шоу. Вот это шоу, значит показывать. Hide скрыть, не показывать. Но у нас с вами пока мы вообще не видим, стоит показывать. Но иконок мы не видим. Позиция для этого у нас по умолчанию топ-1. Пока оставляем. И URL. Какие можно указать? Facebook, Twitter, Interest, LinkedIn. Вот это вот даже не знаю, что за социальная сеть. Это тоже не знаю. YouTube. Там, например, если вы канал ведете, ссылка на YouTube. Skype username, WhatsApp username, WK username и произвольную ссылку на какой-то, например, ваш еще один сайт. Custom. Вот это то, что появилось в WhatsApp. Этого не было раньше. Это, конечно, хорошо. Чтобы, получается, на вас перешли. То есть это ссылки не поделиться вашим сайтом. Это кнопки там, где вы есть, в социальных сетях. Ваши профили. И давайте добавим несколько, чтобы посмотреть на этом этапе, будут ли они отображаться на сайте и где они будут отображаться. Итак, я добавил две социальные сети. Это в YouTube и ВКонтакте. Как только я добавляю ссылки, что при наличии у нас шоу и позиции топ-1, это у нас верхняя самая плашка над основным хедером в серой области. Видим две иконки. Вот она YouTube. Вот она ВКонтакте. Нажимаем YouTube. Все работает. Перебрасывать на YouTube. ВКонтакте нажимаю. Перебрасывать на группу ВКонтакте. Можно указать группу, не обязательно профиль. Но при прокрутке здесь так устроено. Они прячутся. Остается только основная часть хедера. Вот вы видите. При прокрутке только хедер. То есть в любой момент, даже при настройке, вы можете отключить вот этот боксет. Сделать его растянутым опять на весь браузер. Остальные наработки ваши все останутся. Социальные кнопки. Это все будет находиться на своих местах. Следующие данные, которые вы можете поместить вот в эту верхнюю самую область. Вот эту серую полосу. Это контактную информацию вашу. У вас включено это по умолчанию, но мы не видим, потому что не заданы контактные данные. Модульная позиция уже топ-2. Это просто пример. Просто забивайте эти поля, и тогда телефоны ваши будут наверху. Пишите свой телефон. Здесь может быть городской телефон. Здесь мобильный телефон. E-mail, если хотите указать. И часы работы можете здесь указать. Тогда они появятся. И смотрите, где это отображается. Вот телефон. Вот это мобильный телефон. И по иконкам видно, что это мобильный. Это может быть городской телефон. Вот e-mail. Но самое главное, вы проставляете просто телефон, а здесь вы видите, что это выглядит кликабельно. То есть это очень правильно. Чтобы человек мог нажать, например, сразу на почту написать. С мобильного устройства он тоже может перейти. Пальцем нажать, получается, на своем смартфоне на телефон. И сразу откроется диалоговое окно, где он может написать смс-ку, либо сам вам позвонить. Вот абсолютно правильно выглядят телефоны. Именно шаблон это дает вам эти опции. Потому что вы ввели здесь только телефон без специальной конструкции. Специальная конструкция задана уже в шаблоне, которая позволяет делать кликабельными телефоны и кликабельную почту. Вот так это выглядит. На своих местах абсолютно находятся телефоны, почта. Находятся с точки зрения юзабилити, с точки зрения, как привыкли пользователи интернета. Все на своих местах. В этом плане здесь все хорошо. В какой-то момент можно просто скрыть этот блок. На сайте отображаться не будет, например. Включили. Следующая опция позволяет, этот Common Soon, позволяет включить режим обслуживания. То есть, когда ваш сайт закрыт на техническое обслуживание. Это нужно делать тогда, когда ваш домен, адрес сайта знают ваши люди, потенциальные какие-то клиенты. Заходят на него. Но у вас идут какие-то изменения. Вот вы создаете сайт, но домен уже знают. С визиток, например. И чтобы они не видели все наработки, вы этот режим здесь включаете. И когда вы его включаете, все пользователи будут видеть страницу, так сказать, заглушки. С текстом, что сайт находится на реконструкции или подобного текста. А вы, конечно, будете видеть сайт в том виде, в котором вы его делаете. Если вы это включаете, то Common Soon Background изображение. Ну давайте какое-нибудь то же самое. Вот я загружу. Background, значит заливка. Здесь должно быть какое-то большое изображение. И логотип можно сверху прикрепить. Сразу ваш, например, логотип. Что еще можно сделать? Common Soon Title. Это текст. Как раз таки то, что мы закрыты на техническое обслуживание. Далее заголовок. Мы закрыты на техническое обслуживание. Дальше дату. Вы можете поставить даже таймер. Кликнув по календарю, кликнув по стрелке, выбрать год, месяц, до какого числа. То есть через сколько вы откроетесь. И еще дополнительный текст. Любой текст пишите здесь. Появляется что-то вот такое. Вы, чтобы увидеть эту заглушку, вы не должны быть авторизованы. То есть если вы авторизованы на фронтальной части сайта, вы заглушку не увидите. Вы можете зайти либо с другого браузера, где вы не авторизованы. Тогда вы увидите так же, как и все пользователи, вот этот текст. Мы скоро вернемся. Вот таймер. Здесь плохо видно, потому что здесь нужно картинку как-то затемнить. И тогда это все будет хорошо смотреться, так как у нас это все белым цветом. И даже социальные ваши профили YouTube, VK, они здесь вот выскакивают. И тикает таймер, через сколько дней вы откроетесь. Единственное, что здесь вот не на русском языке, как я и сказал, моменты, конечно, тут некоторые надо переводить на русский. Сайт сделали, например, сайт готов. Тогда вы эту страницу заглушки отключаете. Дальше вы даже можете украсить страницу Error Page. Это страница, когда страница там не найдена. В общем, страница с ошибкой. То есть загрузить свой Background или Error Page logo. То есть логотип в странице ошибки. Ну давайте просто посмотрим. Я загружу хотя бы логотип. И попробую искусственно вызвать страницу ошибки. Чтобы посмотреть, как работают вот эти опции Error Page. Да, кстати, вот здесь при включенной странице, странице мы скоро откроемся. При очистке кэша у вас может возникнуть тут дилемма. Потому что у вас к адресу подписывается переменная. Вы удалите весь хвост из адреса, чтобы оставить именно только главную страницу. Тогда она вот подгрузится. Как вызвать ошибку искусственную? Например, ошибку 404 страницы не найдена. К адресной вашей строке просто подпишите любой несуществующий адрес. То есть это косая черта и, например, я напишу 404. Но в данном случае у меня почему-то ошибка-то вылезла. Но текст, логотип точнее не появился. Хотя я кэш чистил. Или, возможно, это у нас для каких-то других страниц. Error Page. В общем, нужно, наверное, будет читать документацию. Здесь уже подзабыл. Error Page. По идее, должна вот эта страница быть оформлена. На вкладке Basic настройки вы видите, у нас закончены. Внизу, кстати, ссылки на документацию на английском языке. Если что, можете перейти, перевести страницу через браузер Chrome и смотреть, читать документацию. Следующая вкладка. Presets. Как вы помните, у нас все ссылки, акцент, по сути, вот эти ссылки все голубые. То есть бело-голубой дизайн. Вы сразу можете задать Preset из четырех готовых вариантов. Вот он выбран голубой. Это видно. Preset 2 такой фиолетовый. Зеленый-красный. Давайте кликнем по фиолетовым. Причем при выборе цвета. Внизу детальнее вы можете разбить цвета, поменять. Потому что Background Color, это заливка цветом, у нас идет белым. Текст на сайте идет, по сути, черный. Акцент цвета голубой. Dropdown Background Color, то есть Dropdown, это выпадающие какие-то элементы белого цвета. Dropdown Text, то есть цвет текста на выпадающих элементах сайта. Ну это под пункты меню, например. Они вот серого цвета. Пускай будет фиолетовый. И вот здесь уже более точно, например, цвет сделать там посветлее можно. Background там, не знаю. Ну вот просто хотя бы вот так вот оставить. Сохранить. Обновляю сайт и все работает. Фиолетовые ссылки, это видно. И иконки. Например, у нас вот блок выводится у меня. Вот этот демо-блок самой Joomla. Вы видите вот эти иконки, вот иконка статьи. Эта иконка идет от шаблона. И вы видите, бэкграунд ее фиолетовый. Она была голубая. То есть эти иконки тоже стали фиолетовые. Нижняя часть, видите, стала не синей, а фиолетовой, где у нас копирайты. Остальные цвета я бы оставил по умолчанию. На этой вкладке мы видим больше настроек здесь нету. Layout, следующая вкладка. А эта вкладка уже здесь остановимся подольше. Здесь, по сути, структура модульных позиций там, где располагается контент. Вы помните, когда мы разбирали вкладку Basic, мы видели вкладку ТОП-1, ТОП-2. Вот они здесь есть. То есть тут у нас распределяется контент. В ТОП-1 у нас, например, идут... Это самая верхняя позиция. Это социальные кнопки. Вот мы выявили две штуки в ТОП-1. В ТОП-2 у нас выводится, вот в этой уже части, да, в правой, это телефоны, эмейлы. Вот эти вот моменты выводятся. Как вы видите, здесь есть шестеренка, значит, есть какие-то настройки. Сейчас будем это все разбирать. Например, мы можем полностью удалить отсюда с шаблона вот эти вот ТОП-1, ТОП-2. И тогда не будет вообще выводиться верхняя полоса, нажав на кнопку Remove. Вот это вот. Также мы видим, что это разделено на две колонки ТОП-1, ТОП-2. Мы же здесь можем добавлять колонки. То есть это уже своего рода некий конструктор страниц. Ну, такой неполный, но наметки уже есть. Разные соотношения колонок. И даже можем из 12 колоночной верстки набрать позицию из состава количества колонок для себя. То есть кастомные, произвольные, если это нужно, набор колонок. Если нам не хватает вот этих вот вариантов. Или выбрать вот эту вот иконку, тогда будет одна колонка. Как, например, отмена нажму здесь. Как, например, вот этот вот Page Title, видите, занимает всю область. То есть они разделены такими серыми областями и имеют название. Причем, смотрите, можно зажимать за эту иконку и даже менять их местами между другими вариантами колонок. Например, поменять местами с Header. А в Header у нас с вами входит, видите, лого, логотип и меню. Как раз таки вот он. Вот оно, логотип и вот меню. С меню мы еще с вами будем разбираться. Тоже добавлять колонки сюда мы можем. Добавлять, убавлять колонки, добавлять ряды. Также есть Settings, свои настройки. Сейчас будем с вами тоже это разбирать. То есть достаточно разобрать настройки вот верхней одной колонки, а дальше вы будете уже понимать, потому что ниже все колонки, они идентично настраиваются. Здесь схематично видно, да, Left, Right, MindBody. Написано MindBody. То есть компонент, это вот эта центральная часть, сюда будет входить все статьи, вот это центральные моменты, они все будут располагаться вот в контентной части. Left и Right, это слева-справа, это может быть сайдбар, слева сайдбар, справа. Вводить туда модули, какие-то рекламные модули, еще какие-то модули, модули авторизации, модули меню и так далее. Баттон, это уже нижняя позиция. Футер, вот самая нижняя, видите, тоже единая позиция. Это самая нижняя часть, где у нас вот как раз копирайты и показываются. То есть мы сейчас футер, например, нажмем Remove, удалить. Тогда у нас вот эта нижняя часть с нашим текстом, естественно, удалится. Не будет вот этой синей плашки вообще. Итак, давайте попробуем верхний топ-бар. Например, сейчас изначально у меня только две позиции, да, для социальных кнопок, для телефонов. Например, хочу сюда добавить третью. Навожу мышь сюда, вот у меня есть три колонки, нажимаю, появляется, вот она, третья колонка, но. Но не задана модульная позиция. Чтобы задать ее, обязательно нужно задать. Нажимаем на шестеренку этой колонки. Вот она, модульная позиция. Нам нужно что-то выбрать. Например, топ-3. Топ-1, топ-2 есть. Выбираем топ-3. И все модули, которые будут назначены на топ-3, они, естественно, тут и покажутся. Давайте сразу не будем затягивать. Тут опции еще есть, которые нужно разбирать. На этом уровне пока что мы нажмем с вами Apply, то есть это применить. Видим, вот здесь теперь помечается топ-3. Обратите внимание, название модульной позиции, именно назначение модульной позиции не должно повторяться с какими-то позициями модульными, которые уже назначены на шаблоне. Именно если там контент какой-то есть, то он, соответственно, и сюда будет попадать. Вот такой здесь момент. Я смотрю, топ-3 вроде нигде нет. Здесь надо еще, мы нажали Apple применить, надо нажать еще сохранить, чтобы применить и вступили в силу вот эти новые возможности. Еще есть кнопка Save a Copy. Нажать Save a Copy, задать на английскими буквами название и сохранить как копию можно. И мы сейчас с вами изменений не увидим, потому что мы позицию назначили, в верхней плашке колонку добавили, но мы просто контент туда не добавили, вот именно в топ-3. Я выйду из настроек шаблона, перейду в модули, чтобы показать вам. Назначить туда любой модуль. Давайте создать HTML-код. Просто какой-то дефолтный контент. Заголовок, например, контент, заголовок я скрою. Вот эту часть я хочу показать в этой модульной позиции в шапке в самом верху. Написал контент, к примеру, и обязательно позицию, нахожу Helix 3 и нахожу позицию как раз-таки топ-3. И не забываем, где показывать. На всех страницах пускай будет. Сохранить. Обновляю сайт. Да, смотрится не очень хорошо, не умещается. Вот он контент, видите. То есть у нас некая такая гибкая сетка модульных позиций в данном шаблоне. Мы можем, по сути, как конструктором управлять ей, внедряя свои модульные позиции, если нам их не хватает. И здесь, на самом деле, мы можем навести некий порядок, чтобы это все более-менее смотрелось. То есть пускай модульная позиция здесь есть, в зависимости от какого контента, то есть какой контент у вас есть в этой модульной позиции, от этого будет зависеть внешний вид, как это все выглядит. Мы видим, что email переместился на вторую строчку, что, ну, и есть места, да, это некрасиво. Что мы можем сделать? Я перейду обратно в шаблон. Во-первых, я могу зажать левой кнопкой мыши и просто перетащить местами, вот так вот. То есть я хочу, чтобы контент был в центральной части, а телефон и email оставались в правой части. Все, я их уже перенес. Но, так как контент маленький в этом модуле, ему надо отвести меньшую площадь, так скажем. Поэтому его одинакая вот эта ширина здесь не подходит. И вот я выстроил, вы видите, все на своих местах. Тут все в одну линию. ML не переносится на вторую строчку. Контент по центру. Что я сделал? Я ввел мышь сюда и нажал здесь на плюсик произвольный контент. И обратите внимание, то есть я задал ширину колонкам этих модульных позиций, ту ширину, которая им подходит. Из подсказки должно быть в сумме 12. То есть что я сделал? Для социальных кнопок я оставил размер колонки 5. То есть в эту область я поставил 5. Поставил запятую. Для контента, так как он маленький, я оставил 2, 2, то есть ширина 2, запятая и 5. Размер колонки 5 тоже для телефонов и ML. Нажал окей. Все. А в сумме получается, видите, 12. 12. Иначе, если 12 не будет, у вас не получится разбить колонки правильно. Нажал окей. И получилось, что вот я выставил свою ширину, свои, по сути, размеры своим колонкам. И получилось уже поинтереснее. Следующая кнопка Add Row. Она на самом деле добавляет целую, по сути, такую плашку, где вы также можете сколько угодно колонок, по сути, задать со своими модульными позициями. Вот она. Section Title называется, да. То есть не просто добавлять колонки вы можете в существующую сетку, а вы еще неограниченно можете добавлять столько вот этих вот сеток с модульными позициями, сколько вам нужно. Я ее удалю. То есть у меня следом идет хедер следующая. И, конечно, здесь имеются свои настройки, разграничения. То есть для всей модульной, вот этой верхней, которая помечается как Top Bar, у нее есть сеттинг своей настройки. Вот это название Top Bar, это удобно для вас. Оно вот здесь вот показывается, Top Bar. Вы можете менять название, ну, желательно русскими не писать. То есть просто вот здесь вот забьете свое название, внизу кнопка Apple нажмете применить. Пускай остается Top Bar. И вот смотрите, у нас с вами, видите, она серого цвета, верхняя подложка. Вот этот самый Top Bar можно красить своим цветом. Вы это видите, Background Color. Например, она у вас должна быть какие-то, ну, не знаю, темно-красная. Ну, у нас выбран фиолетовый цвет. Давайте сделаем вот как-то темно-фиолетовым. А текст, который на этой подложке, он у нас серый. Я его сделаю, наверное, больше, ближе к белому. Также у вас есть возможность в эту область вместо серой заливки даже загрузить свою картинку Background Images. Выбрать с компьютера. И ниже настройки для этой картинки. Повторять ли картинку, как мы с вами проходили, для Boxed. Здесь то же самое можно настроить. Background Size тоже. Вмещать картинку, контейнер, там, вот эти моменты все можно выстроить. Background Attachment даже можно зафиксировать, скроллинг сделать для этой картинки. Именно в этой области, вот в этой узкой полосочке, в серой, мы можем манипуляции сделать с картинкой. Background Position даже вот в этой тонкой полосе, даже позицию для бэкграунда выбрать. В этой позиции, вот в этой серой, ссылки Link Hover, то есть при наведении, ссылки на какой цвет должны менять. Можем задать здесь. И скрыть на мобильных устройствах, Hide on Mobile. То есть, по сути, скрыть всю секцию. А вот это мы с вами сейчас и проверим. Следующее, скрыть этот блок, серый блок с нашими кнопками, с социальными, с телефонами. Скрыть на планшетах и скрыть на компьютерах. На выбор. Либо все можно скрыть, либо только на мобилке. Дальше, внутренний обступ, так называемый Padding. Можем задавать свои отступы здесь. Margin это внешние отступы. Например, отступить немножко там сверху. Дальше, full, ширина, можем задать полную ширину, просто указав, и тогда верхняя плашка будет во всю ширину. А не вот в этой коробке бокса, да? Но по идее надо проверять, не знаю, как это будет смотреться, но по факту должно работать. И custom CSS класс, если вы разбираетесь в CSS, можно прописать свой CSS класс. И вот небольшой пример. Вот она у нас фиолетовая, эта плашка. И видите, маленький здесь пробел. Для демонстрации справа, как задается Margin для всех четырех сторон. И тут показано топ, это сверху, справа. Как раз таки вторая позиция, 50 пикселей задал. Вот так это задается через пробел. Button это снизу отступ и слева отступ. Также и Padding задается. То есть все стороны поставил 0 пикселей, но 50 пикселей я сделал справа. Причем это отступ, видите, сзади-то остается белый каркас. Это именно отступ этой плашки фиолетовой. Если вы какие-то отступы не задаете, просто эти поля вы не забиваете. Оставляете пустыми. И на мобилке я скрыл, это работает. Видите, я зашел через метацию мобильного устройства. Верхней плашки нет, потому что я ее всю скрыл на мобильном устройстве. И вы должны понимать, что вы настраиваете каждую эту секцию, потому что у каждой есть своя кнопка Settings. Вот она везде, у всех есть. Это мы с вами рассмотрели именно глобальные настройки. А еще мы видим шестеренку. Мы можем настроить каждую колонку. Топ-1, топ-2, топ-3 и так далее. Кликая на шестеренку и давайте разберем настройки. Здесь нам первая опция говорит о том, что если этот модуль область контента, то поставьте галочку. Но если у вас область контента задана другим модулем, то сначала пройдите в настройки того модуля. Там снимите галочку и назначите здесь. То есть мы это не назначаем, потому что у нас есть компонент, область компонента, точнее, не контент, а компонент, извиняюсь. Вот сюда заходим, галочка здесь зажата. Здесь все правильно, поэтому для других мы не назначаем вот эту верхнюю опцию. Ну а дальше модуль позиция. Просто мы можем менять любым позициям свои модули. У нас тут топ-1, но мы туда контент уже задали, наши социальные кнопки. Но если что, можно менять. Также скрыть на мобилке, на планшете, на компьютере конкретный именно модуль. Не всю секцию, а только вот эту модульную позицию. Следующая опция. Установите класс для планшетов и выбор. На самом деле, насколько я помню, это толщина, вот эта ширина колонки для планшета. Именно для модульной позиции. Скажем, зашли через планшет, и на планшете эта колонка слишком широкая. Тогда можно здесь, например, поиграться, что-то другое выбрать. Именно для планшетного разворота. То же самое, Mobile Layout. То же самое, опция. И Custom CSS. Все, здесь больше опций нет. Мы с вами разобрали еще и вкладку Layout. Дальше смысла объяснять нет, потому что здесь абсолютно все по аналогии настраивается. И мы с вами движемся дальше. Следующая у нас с вами вкладка Menu. И первое, что нужно выбрать, это определиться с главным меню. Сейчас у меня вот выводится меню. У вас, соответственно, будет свое меню. И здесь есть работа с подпунктами меню, чтобы наглядно видеть. У меня подпунктов-то нет здесь. Ниспадающий список меню. Давайте пока закроем шаблон. Я вернусь в меню. Перейду меню. Вот у меня есть My Menu. Здесь есть 7 пунктов. Home, главное. Давайте я сразу переменую, чтобы она была на русском. Напишу главное, сохранить. И скажем, вот есть 2 пункта. Пускай они будут, вот он, под пунктом меню. Как это сделать? Вот здесь вот мы выбираем YouTube. У меня будет вот эта вот ссылка, и под ней будут 2 подпункта. Сохранить, закрыть. И выбираем вот этот еще пункт. И здесь тоже. Здесь тоже делаю подпункт. Пускай будет YouTube. И посмотрим, обновимся. Что получается у нас с вами сразу? Меню, во-первых, встает автоматически вот в эту область. Где оно должно быть? Изначально я пока настраивал, думал, что там есть настройки, которые должны позволять этому меню здесь располагаться. Дело в том, что у нас меню не умещалось с вами. Поэтому оно улетело вниз. Вот здесь подпункт у нас есть. Вот так это выглядит. То есть при наведении на YouTube выскакивают те 2 подпункта, которые я только что туда поместил. Теперь при ниспадающем списке, если вы используете вот так вот сайт так же, боксит, коробкой, скажем, да, и у вас ниспадающий к краю вашей коробки, скажем так. И у вас, как у меня, видите, залазит и не видно пунктов меню, что можно с этим сделать? Это настройки не в самом шаблоне. Вы переходите в меню. То меню, которое у вас родительское именно. В данном случае у меня вот это YouTube. Под ним 2 подпункта. Я перехожу YouTube прямо в пункт меню. То есть меню, меню и YouTube. Название просто у меня YouTube. Пункта меню. У вас любое свое другое название. Здесь от шаблона добавляются новые опции. Сейчас их тоже и разберем. Когда вы шаблон установили, ко всем пунктам меню добавляется новая вкладка. Их даже 2 тут. Helix, Mega меню. Переходим сюда. И сначала решаем проблему. Вот эти кнопки. У нас ниспадающий список выпадает направо. Вы можете выбрать full, полная ширина, центр и left. Выбираю left. Нажимаю сохранить. То есть выпадает налево. Для того, чтобы эти пункты были видны. Вот смотрите. Навожу. Видите? Они выпадают налево. И все попадает в область сайта. Не обрезается. Можете поиграть и другие настройки. Центр там, например. Дальше есть дропдаун ширина 600 пикселей. Можете поиграться, посмотреть на что это влияет. Рестат кнопка сбросить настройки по дефолту. И здесь у нас слева мы можем перетащить наши существующие модули. Это у нас некое мега меню, встроенное в шаблон. Сейчас мы с вами посмотрим на примере. И здесь даже есть возможность кликнуть сюда и выбрать даже колонки. и в колонке назначить контент для мега меню. Во-первых, мы можем внизу для всех пунктов меню или для конкретных пунктов меню, например, кликнуть в эту область и выбрать какие-то иконки. Опять же, название, кто английский не знает, для вас будет тяжело понять, что это за иконки. Нужно будет выбирать, сохраняться и смотреть. Например, выбираю иконку, нажимаю сохранить, обновляю сайт. Видим, рядом с YouTube появляется маленькая шрифтовая иконка. И мы даже можем вот здесь вот title скрыть, оставить только иконку, если это нужно. Я просто сейчас вам демонстрирую возможности. Тогда слово YouTube, именно title пункта меню скрывается, остается иконка и стрелочка, которая говорит о том, что у нас есть подпункты. Такие вот есть возможности. Я верну назад, иконка пускай остается. И теперь вот с этим моментом. Это все модули у вас, они могут отличаться, никак у меня быть похожи. Это все находится там, где у вас все модули. Давайте сразу я кликну сюда, выберу две колонки, появляются области для двух колонок, и перетащу сюда интересные модули стороннего происхождения, которых у меня были уже видео. Просто для примера. То есть это контент, который я хочу вывести прямо в меню. Нажимаю сохранить, обновляю сайт, и при наведении на пункт меню происходит вот такая красота. Вы видите, здесь у меня анимационно идут, статьи прокручиваются, здесь анимационно прокручиваются картинки. Это отдельные модули для Joomal 4. Смотрите уроки мои предыдущие, о них я... Вот, по крайней мере, об этом я рассказывал, про эти картинки, да, я забыл. Про этот модуль у меня видео не было. И те пункты меню, которые под пункты, они так и выводятся здесь. Плюс еще выводятся вот такие вот моменты. То есть вот так вот работать здесь можно легко с мега-меню. И я верну одну колонку, и не буду использовать на демо-сайте здесь элементы. Возвращаемся в сам шаблон, в настройки меню там, где мы остановились. Мы здесь не все разобрали. Дальше у нас мы решаем по поводу вот этого off-canvas меню. Как его отображать? И здесь нам говорится, по-английски нам пишут, пожалуйста, опубликуйте модуль меню в позицию off-canvas, чтобы оно здесь отображалось. Это для мобильных устройств. Прежде чем мы будем решать, что с этим делать, давайте опять выйдем из настроек, вернемся в модули и определимся, как это сделать, как вывести мобильное меню для мобильных устройств. Я возвращаюсь в панель управления, модули, отсортирую по меню. Даже отключив все модули меню, если вы используете шаблон Helix 3, у вас все равно меню выводится, потому что так устроен шаблон. То есть меню создано в самой джумле, но без модуля, вы видите, оно все равно выводится. Поэтому вы можете смело ваше меню, которое main menu, включить и назначить ему просто позицию. Нам говорится, что нам нужно выбрать off-canvas. Вот сначала находим заголовок shaper helix и ищем позицию. Вот она, off-canvas меню. Убедимся, что на всех страницах обязательно сохранить. Работает и смотрится все симпатично. Если я накликну на гамбургер, вот так вот выскакивает меню, то же самое меню, заголовок вот этот main menu вот здесь вот либо переименуйте, либо можно скрыть его вообще. Вот я переименовал, видите, по-русски меню. Вот они, пункты. Они также работают. И также на компьютере раскрывающиеся под пункты тоже нормально смотрятся. Теперь мы можем решать, где отображаться этому мобильному, по сути, меню. Я возвращаюсь в шаблон. Как раз-таки на вкладке меню вот этот вот момент мы выводим мега меню и off-canvas меню, как у нас вот, в принципе, изначально было. У вас есть варианты. Выводим только меню. Тогда прячется гамбургер. Давайте посмотрим. И позволяет нам придать больше области для меню, для области компьютерной версии меню. Но вы здесь сами решайте, как вам больше нравится. Или мы можем отображать только off-canvas меню. Тогда будет прятаться основное меню компьютерное, да, и будет только такое меню. Возможно, кому-то так тоже подойдет. Я вам предлагаю делать правильно именно мега меню. Если мы выбираем мега меню, у нас есть возможность дать ширину ниже выпадающему дропдаун. Это вот как раз вот эта вот ниспадающая область, там, где у нас попадают пункты меню, ширина ее, да, вот здесь вот вы можете ей управлять. Если пункты меню у вас длинные, то здесь можно побольше дать размер. Дропдаун, анимация, то есть, когда я навожу мышь, как анимационно это показать? Есть варианты. Просто поиграйтесь, посмотрите, какая анимация будет поинтереснее. И также есть off-canvas анимация, причем смотрится достаточно интересно. Чтобы ее посмотреть, давайте я верну вот здесь вот и меню, и off-canvas меню. Например, здесь есть fullscreen. После обновления сайта мы иконку вернули, смотрите, вот так вот, оп, и достаточно симпатично смотрится. В общем, можете поиграться, разные варианты здесь есть. Я вернусь здесь в мега меню. Анимацию дропдаун мы же тоже изменили, смотрите, как прикольно появляются пункты. Раньше, насколько я помню, не было таких возможностей, они тут немножко добавили разных анимаций. Ну и теперь, через имитацию мобильных устройств надо убедиться, что да, меню прячется, и показывается мобильное меню. Вот так вот на мобилке это будет прикольно смотреться. Ну и не забывайте, если пунктов меню много, и вы видите, что вот здесь достаточно большое пространство, если я добавлю еще один пункт, то меню у меня сразу сбрасывается ниже, как это было. Мы с вами на вкладке Layout проходили это. Возможно, вот области хеда, а именно лого, сделать нужно будет колонку поменьше размером. У нас выбран вот этот момент. Мы можем нажать по вот этой иконочке и для лого, пускай будет два, размер колонки, запятая, размер 10 для меню. Вот, видите, я убавил размер колонки для лого, потому что для лого много, столько не нужно, а для меню нам нужно максимально много пространства. сохранить, обновляем. Визуально мы не видим изменений, но если я пунктов добавлю, то у меня уже есть немножко места еще под несколько пунктов меню. Возможно, можно лого даже дать и ширину 1. Главное, чтобы само лого потом не пострадало. В зависимости от лого. Лого тоже может быть больше, меньше. Если у вас только иконка, логотип, то есть совсем мало места занимает, тогда, конечно, пункты в меню влезет сюда больше. Ну, а если такая дилемма, что пункты все равно не влезают, а их много, то размер шрифта можно уменьшить. Пунктов меню, хотя они так, в принципе, маленькие, но, возможно, это спасет вашу ситуацию. По поводу размеров сейчас мы с вами поговорим. Итак, меню мы с вами, в принципе, здесь разобрали. Дальше мы с вами переходим на вкладку Типографика. Здесь все, что касается размера шрифта и вообще назначения шрифта. Ведь у нас есть текст, и он уже имеет какой-то шрифт. У меня есть специальное приложение к браузеру, которое позволяет показывать на любом сайте, какие шрифты используются. Если я нажму на слово «Главное», я вижу, что шрифт Open Sans. И у нас есть в этом шаблоне возможность использовать Google шрифты. Нам тут говорится, что мы можем использовать Google Fonts IP, то есть это надо будет переходить и получать ключ здесь. Кнопка есть, по нажатию которого, если шрифты новые будут добавлены, просто нажимаем, и они автоматически обновлятся на этом шаблоне. Не совсем мне понятно, зачем этот ключ прописывать здесь. Возможно, будет дополнительная возможность. Шрифты же и так у нас задействованы. Google и так работает. Возможно, здесь как бы встроенные шрифты, и их достаточно большое количество. И как, ну, то есть понять, как с ними работать. Нам нужно читать вот заголовок сначала. Body Fonts. Это основной шрифт к основной контентной части Body. И ниже его настройки мы можем вообще отключить Google Fonts или же изменить. Вот как раз-таки размер Font Size. Это размер. 14 пикселей по умолчанию можно сделать больше. Дальше это стилистика шрифта. У нас вот он Open Sans. И насыщенность выбираем. Именно для контентной части. Чтобы понять, нужно просто изменить шрифт или сделать больше размер и посмотреть, что на сайте изменится. Давайте попробуем сделать 20 пикселей. Обращаем внимание, вот у меня идут статьи, вот текст статей. Какой он сейчас до обновления сайта. После обновления сайта вы видите, шрифт стал больше везде в контентной части. Это относится и к тегам, то есть там категории к блок и текст статьи. И вот эти моменты, вы видите, стали большими, но не меню. То есть за меню отвечают другие моменты. Естественно, этот шрифт очень большой. Я верну назад 14. И соответственно, чтобы вы понимали, здесь есть большой список шрифтов. Можете посмотреть. Возможно, вам их будет достаточно. Наверное, многие шрифты не будут работать с русским языком. Поэтому здесь надо будет, наверное, выбирать. Я оставляю Open Sans. А дальше идут другие опции для других, скажем, элементов сайта. Смена шрифта, где вы сможете управлять шрифтом. Здесь и заголовка понятна. Это для заголовков первого уровня. Обычно это идет заголовок статей или заголовок страницы, например, вот этот главный. Для всех заголовков первого уровня меняется шрифт тут. Также ниже для заголовков второго уровня, третьего, четвертого уровня, пятого уровня, шестого уровня. И отключено у нас для шрифт для навигации. Его можно также включить и настроить. И также есть уже опция для продвинутых, шрифт, который мы можем назначить любому пользовательскому селектору CSS. Вот по поводу навигации, скорее всего, это хлебные крошки. Сейчас на сайте модуль Bradcrumbs не включен, точнее, не выведен, он, по-моему, включен, не выведен в этот шаблон. Скорее всего, это для него. Надо уже детально будет смотреть. Ну, со шрифтами здесь, так скажем, не особо в этом шаблоне, да? Самое важное, самое нужное, это возможность загрузки своих собственных шрифтов на сайт. Прямо загрузка шрифта непосредственно на сайт. Вот это будет пик просто мощи шаблона и то, что на самом деле нужно. Но шаблон нам предлагает только использовать Google шрифты, насколько я это понимаю. Движемся с вами далее. Custom Code. Ну, здесь, конечно, тоже удобно. Вы можете вставить, например, кусочки кода в раздел Head, раздел Body, произвольный CSS, ну, то есть, это уже, так скажем, для продвинутых пользователей, и даже произвольный JavaScript. Чем эта вкладка будет полезна всем? То, что вы легко можете вставить код счетчика аналитики, обычно вставляют в TagBody или в Head, то есть, у нас есть область, куда мы можем вставить код, и при обновлении сайта или шаблона он не будет слетать. Вот чем удобна эта опция. То есть, она в любом случае будет полезна даже новичкам, которые не знают ни CSS, ни JavaScript. Вы просто этими полями пользоваться не будете, и все. Но вот этими полями будут пользоваться все. Получили код, счетчик Яндекс.Метрики или Google Аналитики, здесь вы просто разместили, и все. И счетчик будет считать корректно все показатели вашего сайта. все посещения вашего сайта будет отличненько так считать. Здесь об этой вкладке больше сказать как бы нечего. Движемся с вами дальше. А вот это важная вкладка по оптимизации скорости вашего шаблона вашего сайта. То есть, компрессия файлов. У нас по умолчанию отключена компрессия CSS. Тут особо настраивать нечего. Мы либо включаем, либо не включаем. В зависимости от того, что вы используете на сайте. То есть, у кого-то при включенных опциях все будет хорошо, сайт будет чуточку быстрее грузиться и не будет нарушено ничего на сайте. Ни одна работа. Это зависит от того, какие плагины, дополнительные модули расширения вы используете на сайте. То есть, сторонние расширения установили. А вообще, это все нужно включить. То есть, компрессия CSS, сжимание CSS файлов, что позволит сайту быстрее загружаться. То есть, при рабочем сайте я рекомендую это включить в положение Yes. То есть, да, включаем. Компрессия JavaScript файлов тоже включаем. И тут уже нужно, опять же, нету универсального решения, ниже опция исключить JavaScript. во-первых, это надо уже иметь некий опыт и исключать те JavaScript, которые не хотим мы сжимать. Потому что они, например, перестали работать. То есть, на сайте что-то перестало работать. Как я и говорю, каждый из нас с вами будет использовать то или иное расширение на сайте. Я буду использовать расширение А, вы будете расширение Б, а там другие люди расширение С. И, скажем, ситуации с расширением А и Б у нас все с вами будет хорошо, а у третьих лиц расширение С у них будут проблемы. И там надо уже смотреть, что за расширение. То есть, мы включили оптимизацию JavaScript, сохранились, обновили сайт, а у нас какое-то расширение, которое мы с вами использовали на нашем сайте, из-за вот этой компрессии перестало работать. Тогда его здесь нужно будет исключать. И как это сделать, нужно смотреть конкретно с этим расширением. Поэтому здесь универсального решения я не могу сразу вам подсказать. Но в целом не должно это влиять, то есть, не должен сайт как-то сломаться. По идее, должно все нормально, потому что здесь такие опции, они такие лояльные. Мы не используем какой-то супер мощный плагин по оптимизации, который может нарушить работу сайта. Здесь они действуют более-менее лояльно. Эта вот компрессия, она же тоже имеет степень мягко сжимает, то есть, или агрессивно сжимает, то есть, максимально там все может сжать по максимуму. То есть, именно в шаблоне здесь достаточно мягко это работает. Ниже опция еще одна возможность влияния на производительность, объединение файлов CSS тоже можно включить. И ниже здесь опции экспорт и импорт сеттингс, то есть настроек. Настроили шаблон, как вам нравится, и можно экспорт настроек сделать на другом домене с этим же шаблоном, чтобы настройки импортировать и не настраивать второй сайт заново, если он будет настроен так же, как первый сайт. Здесь я сохраняюсь. После таких манипуляций обязательно чистим кэш-браузер, кэш-сайта, гуляем по сайту и смотрим, чтобы у нас не поплыл дизайн и все нормально смотрелось. Вообще, сайт должен пошустрее грузиться, но так как сайт практически у меня пустой, он и так быстро открывался, но на мой взгляд вроде как даже пошустрее, еще шустрее стал сайт грузиться. Захожу в статьи, вроде все пошустрее. Здесь мы закончили, движемся с вами дальше, переходим на вкладку блок и первая опция show icons показатели иконки. На самом деле здесь есть разновидность контента для блога и та разновидность по умолчанию она имеет вот такую иконку. И эти иконки как раз они здесь. Их можно отключить, если рядом с заголовком блога, статей, вот видите, под каждой статьей есть такие иконки. Если вы не хотите отображать вообще иконки здесь, то можно их, вот видите, я их вообще отключу. Но эти иконки нужны, если вы будете использовать разновидность блога. Эти иконки показывают какая-то статья. Это статья текст, это статья видео, то есть вы загрузили туда видео с YouTube и это именно видео. И вот эти иконки как раз разделяют ваше разнообразие статей. Сейчас мы до этого дойдем по поводу статей, то есть где это настраивается. То есть у нас добавляется дополнительная вкладка при создании статей от данного шаблона. Сейчас мы до этого дойдем. Сначала давайте разберем настройки блога. То есть блог это вообще вкладка для тех, кто будет вести именно статьи на своем сайте. Если у вас сайт визитка несколькостраничный, если у вас лендинг, вы блог вести не будете, вам эта вкладка вообще не нужна, можете ее даже не смотреть. Вы даже можете подключить сторонние формы комментариев, изначально отключено, от Facebook, но если включаем, тогда нужно получить Facebook API ID, настроек ширины формочки для оставления комментариев, количество комментариев на странице. возможность загрузить от популярного сервиса Discuss, это сервис комментариев, по умолчанию отключено. То есть эта форма комментариев будет, если вы ее настроите, она будет в ваших статьях автоматически подставляться. Вот в подробнее захожу, видим, что внизу нет формочки для комментариев. Она появится там, когда мы здесь настроим либо Discuss, либо другие варианты. Social Share, то есть поделиться в социальных сетях, показывать ли. у нас по умолчанию включено. Добавляются в каждой статье вот такие социальные кнопки. Так как данный шаблон не направлен на русскоязычную аудиторию, русских социальных сетей нет. И только есть Facebook, Twitter и LinkedIn. Нам не подходит. Поэтому мы отключаем. если нам нужна такая возможность делиться в соцсетях, нам придется ставить сторонний плагин, который поддерживает русские социальные сети. При обновлении сайта социальные кнопки вы видите в блоге у меня прячется. И возможность работы с изображениями для блога. Включить ли смейл маленькие изображения стоит нет, можно включить и указать ширину высоту изображения. Я пока по умолчанию оставляю все как есть. Чтобы понять как это будет работа на сайте нужно включать, менять размеры, загружать новое изображение и смотреть как это на вашем блоге. Все зависит от того какой размер для блога у вас будет, какие сбоку будут модули в сайт баре, будет ли растянут на всю ширину или вот так вот будет ваш шаблон настроен как сейчас у меня. Здесь индивидуально нужно настраивать. Ниже тоже это все настройки размеров разных вариант изображений. Больше настроек здесь по блогу нет. Есть еще одна вкладка настроек, где мы просто можем назначить данный шаблон. У нас он по умолчанию назначен для всех страниц. Но если будет такая задача для разных страниц настроить разные шаблоны или даже может быть такое один и тот же шаблон Helix мы можем продублировать в шаблонах и например на некоторых страницах одним цветом будет шаблон например красный а на других страницах вот такой фиолетовый как мы выбрали. Не знаю кому это может подойти но может и мы можем назначить каждой странице там разный шаблон. Переходя стили мы можем видите дублировать шаблон неограниченное количество раз. И получается в каждой копии шаблона назначить свои цвета и каждый этот шаблон мы можем назначить к разным страницам вот так это всегда работало и так здесь это есть настройки закончены в данном шаблоне мы с вами все разобрали и остается с блогом разновидность контента вам показать как это настраивается и какие опции добавляются от шаблона Helix при создании статей выходим с настроек переходим контент материалы то есть статьи по-другому либо создаем новую статью либо у вас если есть ну давайте посмотрим у меня есть вот статья шаблон сайта шаблон сайта перехожу сюда как только шаблон мы активировали у нас вот здесь добавляется новая вкладка у вас ее не будет если вы будете использовать другие шаблоны заходим сюда и сразу про нижнюю часть поговорю вот она и есть если вы хотите если вам нужно разграничивать контент и разграничить контент мы можем на такие варианты стандарт получается от этого будут меняться иконки вот эта иконка видите видео галереи аудио линк цитата и статус то есть у меня же статья есть вот она шаблон сайта и у нее есть иконка я могу просто поменять иконку видео понятно что появляются дополнительные опции сейчас посмотрим сохраняю просто с иконкой видео обновляю сайт помечается иконкой что контент содержит видео вот видите у нас поменялась иконка видео ну и давайте понятно как это работает по аналогии и сверху давайте настройки все разберем во-первых изображение теперь мы можем загружать не так стандартно как в джумле а теперь отсюда но только помните если вы потом через какое-то время захотите шаблон вдруг поменять если вы отсюда загружали изображение они будут потеряны они не будут так красиво выводиться как они выводились бы здесь при этом шаблоне поэтому это имейте ввиду вы должны быть уверены что вы с этим шаблоном остаетесь всегда то есть по сути замена вот этих изображений либо изображений которые вы здесь загружаете через контент загружайте их отсюда и где и как оно будет отображаться нажимаю на кнопку и выбираем с компьютера изображение выберу какое-нибудь свое изображение при чем отсюда мы не можем с медиа менеджера выбрать только с компьютера загружаем для этой статьи загрузили alt для изображения есть поле с прописываем это уже SEO-оптимизация вашего изображения то есть этот alt это текст который не будет видеть пользователь это для поисковых машин и сюда что прописать ну вот статья как называется для картинки можно тоже здесь ее прописать эту статью вы продвигаете еще картинками потому что есть поиск по картинкам в Яндексе и Google и вы можете в поиске вылезти на вашу аудиторию за счет картинок для этого нужно alt конечно прописывать сохраняем мы просто сейчас будем смотреть где эта картинка и как она появляется вот эта статья вот так вот картинка во-первых большая у меня поэтому она вот так вот становится то есть это все статья подробнее захожу шаблон захожу здесь естественно я не вижу эту картинку она у нас только для анонса я из статьи вот картинки удалю то есть вот эту тоже не видно тоже удалим просто чтобы они меня не сбивали вот статья то есть получается идет сначала изображение потом идет название статьи там где она находится в категории блок когда она была создана анонс статьи и подробнее захожу да в подробнее вот она тоже мы видим ее в подробнее то есть подробнее она тоже есть в полной версии статьи здесь понятно теперь статусы если мы меняем видео значит подразумевает что мы будем добавлять сюда и видео видео URL мы можем вставить с YouTube или Vimeo full URL значит надо вставить полный URL адрес нашему видеоролику я иду на свой канал перехожу в какой-нибудь ролик и просто из адресной строки копирую ссылку возвращаюсь проверим как работает и где отображается сохранить несмотря на то что миниатюру загружено но добавлено видео вместо миниатюры статьи вы видите подставляется видеоролик то есть не заходя в подробнее я могу сразу просматривать видео оно реально работает зайдем в подробнее подробнее тоже видео получается здесь при наличии видео картинку тогда мы не загружаем потому что ее все равно не видно нажимаем remove image но пока не буду нажимать потому что посмотрим как дальше будет следующий вариант gallery вдруг у вас будет такая возможность в статьях чередовать еще будет статья с фотографиями тогда появляется кнопка upload image то есть загрузить еще изображений и тоже нам не предоставляется возможность загрузить с медиа менеджера я считаю что это недоработки и должна быть возможность вдруг мы уже заранее фотографии загрузили в медиа менеджер на джумлу а нам приходится сейчас опять выбирать с компьютера я выделяю изображение с компьютера я не могу выделить несколько изображений загружаю одно изображение зажатым контролом не получается это было и раньше я замечал что это косяк то есть по одно изображение по одному изображению мы можем загружать не знаю почему это не изменили но вот оно есть можем местами их менять при наведении delete кнопка можем удалять если вдруг изображение мы не то загрузили смотрим как будет контент выглядеть таким образом идем на сайт обязательно чистим кэш или мы не увидим здесь принцип такой же смотрите у нас вместо миниатюры появляется слайд-шоу из наших изображений со стрелками переключения но смотрите изображение если разного размера то будет вот такой косяк по клику да все работает и в подробнее зайдем тоже будут изображения то есть будет текст вашей статьи плюс слайдер с изображением иконка обратите обратите внимание она тоже меняется потому что мы выбрали галерей дальше уже не буду показывать аудио что можно некий код вставить то есть залито аудио файл куда-то на какой-то сервис например саундклод и оттуда получить код на плеер вставить здесь дальше линк тоже можно если это какая-то ссылка хотя ссылки мы и так в статье можем вставлять выбрать цитату вставить текст цитаты автор имя автора цитаты статус есть еще некий такой вариант статус на фейсбук и твиттер ну я думаю что это не направлено русскоязычную аудиторию не думаю что в России много пользуется фейсбук тем более твиттер да у нас есть свои соцсети поэтому кто пользуется конечно нужно ни разу не пробовал вообще этот статус вставлять как это вставляется то есть именно статус фейсбук твиттер здесь можно как-то указать именно в статье не думаю что это сильно популярно для нас будет для россиян но здесь есть вот такая возможность мы с вами в принципе рассмотрели все варианты статей не думаю что многие из них вам подойдут даже к галереи вот эти моменты вы вообще наверное пользоваться не будете возможно видео или обычный стандартный вариант вообще загрузка изображения отсюда это все неудобно потому что не вызывает медиа менеджер да вызывает только с компьютера загрузить поэтому я бы не рекомендовал пользоваться этими опциями от Helix лучше загружать стандартно здесь шаблоны кто знает вдруг вы поменяете потом шаблон и все картинки загружены отсюда будут потеряны лучше загружать загружать прямо в ядро статью суда картинки на этом я думаю можем заканчивать разбор шаблона Helix 3 версия 3 надеюсь для вас все было понятно и полезно напишите в комментариях что вы думаете об этом шаблоне понравился ли он вам а мы с вами не прощаемся и увидимся в следующих видео пока пока друзья субтитры сделал DimaTorzok